В этой самарской многоэтажке на аэродромной учет тепла и горячей воды теперь идет по факту потребления, а не по нормативу. С одной стороны экономия, с другой – сумма за установку самого прибора учета, о которой жители узнали только в начале января. К нашему удивлению, в первых числах января жильцы нашего дома получили платежки, квитанции, в которых обозначено было, что на трехкомнатные квартиры нужно, оказывается, заплатить 5,5 с лишним тысяч, на двухкомнатные около 5 тысяч, и стоимость установки этого счетчика, оказывается, обошлась 347 тысяч, и все это будет за счет жильцов. Мы крайне этому удивлены. Общедомовыми приборами учета тепла в Самаре ресурсоснабжающая компания оснастила почти 500 домов. Это было сделано в соответствии с требованиями федерального закона номер 261 об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, который обязывает ресурсоснабжающие компании устанавливать счетчики, а владельцев квартир компенсировать затраты на установку оборудования. Оплатить расходы за монтаж можно как единовременно, так и равномерными долями в течение пяти лет. Оплатить сразу эту сумму – это первый вариант. Второй вариант – не оплачивать, тогда ресурсоснабжающая организация будет высылать квитанции из расчета 1,6 от этой суммы, то есть с рассрочкой на пять лет. Но в любом случае собственники это должны оплатить. Все те, кто не будет оплачивать, значит ресурсоснабжающая организация имеет право подавать в суд, и через суд, естественно, она все равно эти деньги вернет. При наличии счетчиков жильцы платят только за то, что фактически потратили. Кроме того, не нужно платить за тепло летом, когда услуги по отоплению не оказываются. Сейчас необходимыми приборами учета оснащены порядка 30% домов города. В этом году эта работа продолжится. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.